Рад приветствовать! Меня зовут Александр, и на этот раз перед вами ролик, в котором мы с вами рассмотрим, как нужно обучать практикантов. То есть студентов, которые пришли на производство получить первые навыки применения полученных ими глубочайших познаний. Здесь, конечно, следует упомянуть, что речь идёт в первую очередь о студентах-ремонтниках, поскольку это канал ремонтника. И я не уверен, что мои соображения подойдут для обучения выпускников общепита или же юридических факультетов. Итак, в первую очередь, конечно, студента обучать нужно не бесплатно, но кто кому должен платить? Вот в чём вопрос. С одной стороны, это вроде как студенту нужно, чтобы его наконец-то хоть чему-нибудь научили, а с другой стороны, он вроде как уже своему учебному заведению за обучение заплатил. Так что вариант взимания оплаты со студента в пользу наставника, пожалуй, отпадает. Хм... Так может, учебное заведение должно платить наставнику за то, что этот самый наставник за время практики принесёт студенту в 10 раз больше пользы, чем учебное заведение за все те годы, что оно студента мурыжит? Ну тут как-то спорно, потому что это вроде как предприятию нужны новые квалифицированные сотрудники, желательно сразу, чтобы потом не пришлось их ещё на месте по 3 года добучать. Так что же получается, что предприятие, что должно учебному заведению отстёгивать, то есть мало того, что студентов ваших дообучить, так ещё и вам за это заплатить? Нет. Наверное, всё-таки раскошеливаться придётся учебному заведению. Пускай предприятие оплатит студенту как рабочему, а наставничество пускай оплачивает учебное заведение. А почему нет? Составляем договорчик, я обучаю вашего студента, вместо ваших теоретиков, которых потом будут нахваливать, какого замечательного студента выпустили, медаль за заслуги в образе образования, а вы мне за это... Чё? Слишком много попросил? Ну хорошо. Вон там Никонорыч спит на скамейке с бодуна, он с вас только на бутылку возьмёт. Но медалька тогда уже вряд ли светит. Так, финансовый вопрос решили. А если вдруг не решили? Вот дают вам практиканты и всё? Ни денег тебе, ни даже полотгула. Учи, дорогой. Так сказать, общественная нагрузка. Благотворительность с твоей стороны. Ну нафиг. Так, извини, сынок или дочка, ничего личного, но... Но знаете, что я вам скажу? Если вы готовы повернуться к практиканту задницей только потому, что вам за его обучение не заплатят, то вас до обучения допускать вообще нельзя. Потому что обучение – это ещё и воспитание. И я в большом сомнении, что до воспитания можно допускать тех, кто могут себе позволить вызвать ощущение ненужности молодой душе. Я это проходил просто. Неудачно попал на первую практику, и там я был никому нафиг не нужен. А мне было 16 лет. Как вы думаете, хорошо ли могло подействовать на подростка, когда окружающие его взрослые люди демонстрируют абсолютно на этого подростка наплевательство? Нельзя допускать такого по отношению к детям, даже если этим детям уже 21 год. С того места практики я благополучно сбежал и попал туда, где во мне действительно заложили фундамент человека. Поэтому, если судьба так сложилась, что практикант есть, а денег за него или за неё нет, то я такого практиканта не оставлю, даже если его или её за мной не закрепят. Потому что я не могу себе позволить, чтобы начинающий человек ощутил эту мерзкую ненужность. Итак, практикант перед нами. Может быть даже два практиканта. Возможно, два даже лучше, чем один, потому что можно будет встраивать некий дискуссионный или соревновательный элемент в процесс обучения. Но вот три практиканта на одного – это уже слишком много. Речь, конечно, идёт о встраивании практикантов в обычную цеховую жизнь. Если просто обучать, так можно, наверное, и пять практикантов, но нам же ещё и работать. Поэтому крайне нежелательно, чтобы у вас одного практиканта было больше двух. Что делаем в первую очередь после знакомства? Во-первых, предложите общаться сразу на «ты». Не изображайте себя мариванну. Дальше спросите у практиканта. Он и на самом деле ко всему этому интерес проявляет, или просто за дипломом пришёл? Если честно ответить, что пришёл за диплом, то не мучайте молодого. Пускай сидит в телефоне, и разве что что-нибудь там поможет принести, или списанное оборудование поразбирает. Молодой оценит вашу лояльность. Но пусть практикант нам попался перспективный и проявляет искренний интерес к производству. Расскажите ему об ужасах вашей профессии. Обычно я говорю, да, у нас тут, конечно, интересно, но с карьерой такие-то проблемы, зарплата вот там гораздо выше, а у нас тут жара, мазут, пыль, шум, вибрации, пар, влажность. Иной раз зимой приходится в минус 30 некоторые работы на улице выполнять, дуще с ветром, потому что само-то не заживёт, а до весны ещё далеко. А тепло подавать надо. Ключ гаечный, можно сказать, на 27, самый основной. Много физической работы, таскать приходится на себе электродвигатели, кабели, приборы, датчики. Клининга тут же хватает, потому что то мазутом чё-нибудь обольют, то шлаковатой засыплют, ну и так далее. Зачем пугать-то сразу? А зачем практиканту эти розовые очки на глазах? Самая дурацкая сказка про киповцев. Это лабораторные крысы, то есть работники. Инженеры в белых халатах с вечно чистыми руками. Ага. Долой обман молодёжи. Но, конечно, рассказывая про ужасы, не забывайте говорить. Но, как я бы сейчас всегда говорил, что да, конечно, зарплата у нас здесь ниже, но и вредность совсем не та. Нет таких мест, где ты один раз вдохнул без противогаза и поехал в последний путь. Вон, вокруг нашей ТЭС даже деревья растут. Дальше, конечно, должна быть экскурсия. Начните с того места, куда сырьё поступает, и потом проводите по тому пути, который оно проходит. То есть технологией нужно владеть, а не так, что тут чё-то гремит, там чё-то мелится, а мы тут просто гайки крутим. Кстати, пока ходите, покажите расположение как минимум двух туалетов. Это вам кажется что-то неважно. Это вы тут как дома, а практиканта ещё нет. Если в вашем цеху есть серьёзная опасность аварии, то не забудьте рассказать практиканту о том, куда надо бежать, если тут мало ли что. Если были интересные аварии, расскажите. Публику нужно развлекать. Не стесняйтесь признаться, что во время ЧП вы тоже могли ощущать страх или растерянность. В ремонтного рэмбу, который не дрогнет, даже если рядом выбьет прокладку на паропроводе, хорошо превращаться тогда, когда действительно что-то происходит. А пока рассказываем о былом, не грех на собой посмеяться. Далее. Если у вас большое предприятие, то наверняка и инструкция на нём тоже количество большое. Но ведь вы уже прекрасно знаете, что из всех этих инструкций нужно знать. Расскажите это практиканту. Не изводите его нежную душу чтением инструкций. Кстати говоря, в плане чтения и заполнения свободного времени практиканта уж лучше припасти на работе пару-тройку полезных книжек. Таких, например, там, закон Паркинсона или изобретение Дедала. Кстати, весьма полезная, как это ни странно, для ремонтника может быть книжка, чему не учат на юрфаке. Очень помогает вправить мозги в нужном направлении. Потому что что юристу, что ремонтнику и тому и другому нужно уметь продавать свои услуги. И умело лавировать в безжалостном океане антитеоретической реальности. Подчеркну, что здесь речь идёт именно о практиканте, а не о новом работнике, который, возможно, проходит испытательный срок. Практикант придёт и уйдёт, унеся с собой впечатление о вас. Возможно, я слишком рано задумываюсь о вечном, но, по-моему, лучше обзавести человеком, который по пьяни встретит вас с радостной и любящей улыбкой, чем тем, кто, будучи нетрезвым, захочет припомнить вам какую-нибудь заморочку. Как сказал мне однажды один мой друг, оценивая мои усилия по приручению очередного индивида. Отлично! Теперь он тебе по пьяни морду намить не захочет. Кстати, про пьяние. Я считаю, что на работе при практиканте абсолютно недопустимо выпивать, похмеляться и приходить с похмелья. Почему? А потому что практикант — это гость. А как себя вести при гостях, надо полагать, мама с папой вам когда-то рассказывали. А если практикант вам в сыновья или в дочери годится, то тем более. Потому что это уже не просто гость, а это сын или дочь, или зять, или невестка. Вы же не будете при сыне или при невестке алкаша изображать. Надо полагать, не будете. Наша стратегия здесь простая. Признаться, что мы, конечно, пьём, но не на работе. И тут будут уместны весёлые рассказы про местных алкашей. Но основной их воспитывающий мотив должен быть таким. Нафиг надо так пить? Теория. Запаситесь набором коротких лекций об основных понятиях и ресурсах, что ли, которые применимы на конкретно вашем производстве. То есть не помешает рассказать студенту, что такое электричество, в чём фишки давления, как определить соноделение, в чём принцип работы термопары, ну и так далее. В зависимости от того, с чем конкретно вы сталкиваетесь каждый день. И разбирайте с практикантом по одной теме за смену. Не нужно грузить его сразу всей кучей академических познаний. Кстати, особенно хорошо, если студентов у вас двое в данном случае. Тогда можем поиграть в смену роли. Пусть и они расскажут вам, что такое электричество и всё вот это прочее. Они и друг друга позывают, и вас заодно. Тут как раз и узнаете, получается ли у вас понятно объяснять. Тут только не забывайте возвращаться периодически к уже пройденному материалу, а не так, что один раз рассказал, и всё. Все сразу должны на всю жизнь запомнить. Ну всё. Пришло время брать с собой практиканта для выполнения повседневных задач. Во-первых, берите его с собой для выполнения повседневных задач. Только главное, уведомьте начальника, что время выполнения повседневных задач будет умножено на коэффициент 2. Потому что нельзя просто взять с собой практиканта и сказать «Вот тебе ключ, вот гайка, бери и крути». Нужно обязательно объяснить, в чём заключается наша задача. Что это за агрегат, на который мы собрались? Зачем он нужен? Что он делает? В чём его особенности? Что было с ним связано весёлого? Что это за операция, которую мы собираемся выполнять? Зачем она нужна? Какие были весёлые случаи, когда она выполнялась неправильно? Да-да-да. И вот только после всего вот этого идём на объект. А на объекте практиканту необходимо доверять, а не делать его свидетелем. Вообще, считайте, что практикант – это вы. Вы ж не будете про себя говорить, что вы тупоголовый и криворукий. Не будете. Ну, а почему практикант должен таковым считаться? Ну, конечно, разглагольствовать-то весело, но куда деваться от мысли, что практикант же скоро нас покинет, и все наши усилия пойдут прахом. Казалось бы, ну зачем так надрываться по отношению к тому, кто всё равно никогда сюда не вернётся? А вот зачем. Во-первых, вы прокачиваете свой навык наставничества. Во-вторых, вы прокачиваете общество. Ни в жизнь не поверю, что молодому не отложится то, что вы с ним так цивильно обращались. В будущем он тоже может стать наставником и вложить своё семя человечности в того, кого он будет обучать. Назову несколько имён. Юра, Паша, Валера, Венин Аркадьевич, Виктор Григорьевич. Это мужики с моей первой практики. С того самого места, в которое я сбежал из неудачного. Они внесли свой вклад в общество. И перед вами, надполагайтесь, далеко не самый бесполезный его элемент. Ну, конечно, понятно, что практикант может сделать что-нибудь неправильно. Но я расскажу вам одну просто офигенную вещь. Даже наш тупоголовый мистер Икс, который самостоятельно не в состоянии сделать ничего, проявляет просто чудеса работоспособности, если его действиями стопроцентно руководить. Я такой эксперимент проводил. То есть я брал его и абсолютно каждый шаг ему указывал. Возьми вот такой-то ключ, держи его вот так, встань вот здесь, чтобы тебе было удобней, крути гайку в эту сторону, потом сделай вот то, потом сделай то. Так мы с ним за один день сделали столько, сколько у нас считается нормальным делать неделю. При этом я не делал ничего, я только руководил. Так что руководите практикантом. И тут до кучи еще одна штука, почему крайне нежелательно отказываться от наставничества. Есть такая очень мудрая японская поговорка. Если хочешь знать каратэ, преподавай его. Я надеюсь, что никто не будет воспринимать ее буквально, придираясь к словам. Потому что естественно, для того, чтобы какой-то предмет преподавать, то сначала нужно в нем разобраться. Но, и я это замечал, когда руководил одним клубом. Да, было и такое. И звали меня товарищ руководитель. Так вот, ты реально начинаешь лучше разбираться в предмете, когда его преподаешь. Потому что для того, чтобы предмет преподавать, ты должен сначала понять его. Ты не имеешь права просто зазублить, и потом выдавать его, как магнитофон. Что такое магнитофон? Ну хорошо. Как CD-проигрыватель. Вы что такое CD-проигрыватель не знаете уже? Ну хорошо. Ну как же, как грампластинка в таком случае. И готовясь к очередному уроку, ты пытаешься понять то знание, которое собираешься преподнести. С тем, чтобы оно стало для тебя чем-то таким же естественным, как понимание того, что если упасть в воду, не умея плавать, то можно утонуть. И когда знание переходит на такой уровень, то тебе уже не нужно вообще ничего заулчивать, зазубривать. Ты можешь его как бы правильно генерировать. И это круто. Круто. Так вот. Ну естественно, руководя протекантом, нельзя превращать его в робота, тупо выполняющего команды. Он должен понимать, что он делает. Поэтому все наши действия нужно обосновывать. И важно почаще задавать практиканту вопросы, чтобы он включал голову и выдвигал какие-то свои предположения. То есть прямо так и спрашивать. Как ты думаешь, что произойдет, когда мы сделаем вот то? Или как ты считаешь, зачем мы собираемся сделать вот это? Ну ладно. Тут, конечно, кто-нибудь может заметить, что слишком глубоко погружать практиканта в производство опасно. Потому что если он травмируется, проблему может быть огрести, будь здоров. Да. И тут я не знаю, что делать. Мы, ремонтники, вообще очень часто идем на риск. Потому что мы же не возражаем тем рамкам, в которые мы зажаты со всех сторон. У меня у самого постоянно зудит в душе желание обратиться к руководству нашего предприятия с предложением дать ремонтникам больше полномочий и больше свободы. Но я даже сам понимаю, что невозможно такая революция в современном мире. В этом самом мире, в котором нужно соответствовать требованиям, чтобы все делалось по стандартам и по регламентам. И этому требованию нужно следовать, если мы хотим конкурировать. Потому что иначе наша продукция может быть не сертифицирована для международных рынков, например. Так что вот так и живем. «Хочешь быть ремонтником? Готовься к тому, что тебя будут окружать инструкции, которые ты будешь постоянно нарушать». Нет, конечно, если построить совершенно новое предприятие по всем современным требованиям, то есть с нормальными материалами, нормальными чертежами, нормальным подрядчиком и совсем нормальным, так там, наверное, можно будет работать супер правильно. И то, наверное, только первые года три. Кстати, всю вот эту философию про то, что невозможно работать по инструкции, ее практиканту прививать не надо. Вдруг ему или ей повезет, и будут они работать на суперправильном новеньком предприятии. Ну, а на этом пока что все. Благодарю за просмотр.